Геращенко, Чигас и Умиров не просили помиловать их. В России говорят, что Путин проявил гуманизм. Лидеры крымско-татарского национального движения Ахтим Чигас и Умиров, которые были осуждены в Крыму, отказались просить российские власти о помиловании. Об этом написала вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Facebook. Мустафа Джимилев в отчаянии в Страсбурге, во время визита президента Порошенко и разговора с ним, сказал, что этого никогда не будет. «Мы гордимся Чигасом и Умировым, они действительно несокрушимые». И все эти долгие дни украинская и турецкая дипломатии делали все, чтобы не было никаких предпосылок о Челобитной, потому что эти герои бы никогда ничего подобного Путину не писали бы, написала Геращенко. Она также рассказала о трудностях, которые были во время проведения переговоров по освобождению Чигаса и Умирова. В частности, спасибо всей украинской делегации в ПАСе, которая знала это в Страсбурге, и держала эту важную тайну, чтобы не сорвалось. Только единицы знают, сколько переговоров президента Порошенко с участием нашего дорогого Мустафа Джимилева, сколько раундов встреч произошло и в Нью-Йорке, где наша делегация оставила вопросы заложников как приоритетные, и президент просил коллегу Эрдогана подключиться к освобождению, и при закрытых встречах президентов Порошенко и Эрдогана в Киеве, отметила Геращенко. В свою очередь глава комитета Госдумы по делам национальности Руслан Бальбек заявил, что президент РФ Владимир Путин помиловал осужденных Чигаса и Умирова, исповедуя принципы гуманизма, передает РИА Новости. Напомним, лидер крымско-татарского народа Мустафа Джимилев сегодня заявил, что представители Меджлиса крымско-татарского народа Ахтемачи и Газаильми Умирова, осужденных в оккупированном Крыму выдали турецкой стороне, по материалам сайта Ньюсгроком.